А вот вы можете помочь нам, я имею ввиду не журналистов, а вообще юзеров, пользователей, чтобы объяснять каким-то людям в Роскомнадзоре, что то, что они там делают в смысле каких-то репрессивных запретов, это вызывает только раздражение, потому что обходятся все эти запреты легко, в общем, для этого даже не надо быть профессионалом, а ассоциируется это в целом с государственными институтами, все, что исходит от Роскомнадзора, допустим. Ну, смотрите, Роскомнадзор – это все-таки сотрудники ГАИ. И тут, безусловно, и мы тоже не любим ГАИшников, которые нас остановили, две полосы отобрали права, но они выполнили закон. Поэтому тут очень хорошая такая, знаете, отмазка, да, вот бедный Роскомнадзор, все валим на него. На самом деле, понятно, все, что делает Роскомнадзор, это то, что сделала Государственная Дума, они просто исполняют решение, они просто исполняют решение. Если Минздрав издал указ о том, что блокировать все аптеки с дистанционной торговлей, то жаловаться, что вы не можете в аптеке купить аспирин, ну, можно, конечно, ругаться на Роскомнадзор до бесконечности, да, то есть, вот, но не получится. Это все-таки Минздрав. Неожиданно, сложный вопрос был по патриотизму, да, потому что, да, вокруг этого бьются оселком прям вот все, да, ну, и все время вот вокруг этого приходится, вот, то, что я ожидал услышать, это, я ожидал услышать вторую историю примерно вот как про патриотов. Субтитры создавал DimaTorzok